Россия держится на трех столпах. Это первая идея человечности, потому что если мы начнем подниматься к человечности, то идея справедливости будет автоматически решаться. Второе – это русский язык, и третье – это все творчество Пушкина. Пушкин заложил матрицу развития России в повестих Белкина, где финальная часть этой матрицы – повести «Метель». Я уже третий или четвертый год об этом говорил, поэтому я вас… не потому что это мистика, это когда что-то непонятно, а здесь все понятно. Я рекомендую на Новый год всем за семейным столом при зажженных огнях ёлки поставьте «Метель» с Феридова и прочитайте вдумчиво и с размышлением. Хорошо, если будут дети – малые, старшие, и постарайтесь все образы, там все-все открыто и все показано. И вы увидите, кто такой Бурмин сегодня, кто такая Маша, его невеста. И почему брак заключенный случайно, в случае это мощное мгновенное орудие проведения, потом приоткрылся в финальной сцене, уверяю вас, вы на матричном уровне сделаете нечто, что не под силу никаким экстрасенсам и прочим-прочим. Ненависть к Пушкину либералов диктуется только этим. Поэтому они знают, что он сделал для России один то, чего не может сделать больше никто и никогда. Пушкин – это самая загадочная фигура 19-го и, наверное, 20-го столетия. Недавно ко мне приезжал РЕН-ТВ с просьбой записать передачу «Пушкин и масонство». Несколько раз я сталкивался с теми, кто утверждает, что Пушкин был масон. В прошлом году я специально ездил в Кишинев. Оказалось, в Молдавии очень много сторонников концепции, они даже издают литературу. И там один очень уважаемый мной товарищ, который года два меня туда приглашал, обещал мне, что он привезет меня в дом, где жил Пушкин в Кишиневе и даже где он закончил Гаврилеаду. Я поехал туда и нисколько не жалею, потому что Гаврилеада сыграла колоссальную роль во всей дальнейшей судьбе Пушкина. Теперь Пушкин действительно очень загадочная личность. Вы сказали о пророке. В моей личной судьбе его стихи «Пророк» сыграли самую необычную роль. Во многих передачах я рассказывал о том, как я не мог читать пророк, если бы преподаватель литературы оказался бы обычным человеком, ну поставил бы мне двойку и он бы забыл, я бы забыл, но он заострил мое внимание. Я считаю, что Пушкин заложил в этом пророке мину замедленного действия. В чем она состоит, он искренне верил, да, порекомендовал ему нечто подобное написать император Николай Павлович на встрече 8 сентября 26-го года, а у него была трудная задача выполнить рекомендации императора, встреча длилась 4 часа и в то же время реализовать свою задумку, в чем она состояла. Поскольку император его спросил, кто автор Гаврилиада, он честно ему сказал «Я», ну а дальше была длительная беседа о Боге. Император сказал «Никому больше об этом не говори», потому что несколько раз в течение этих четырех часов он прорывался его остановить, но он понимал, что ежели эта информация дойдет, а может не надо, может хватит этого. Потому что он ему, я не знаю, на какой терминологии, но сказал «Ты же наехал на институт пророков, на чем держится церковь, поэтому напиши что-нибудь, чтобы говорил о твоей лояльности». Он понимал, как это выражалось неизвестно, но он знал, что каждому из вида Homo sapiens на Земле от рождения дается свобода выбора, у остальных видов нет этой свободы выбора, комар рождается, комаром комаром умирает, свинья рождается, свиньей свиньей умирает, а вот человеку дано, но свобода выбора без свободы воли нереализуема. Поэтому, если кто-то, ведь в 1726 год население России 70 миллионов, а вся правящая элита не то что миллион, там буквально сто с небольшим тысяч, тиражи произведений маленькие, три тысячи. «Кто первые читатели, ближайшие его окружению, а как он к ним относится? Ах, если бы меня под легкой маской, никто в толпе забавно не узнал, кому это обращение к своему ближайшему окружению». Он понимал, рано или поздно, в России все будут уметь читать и писать, и вдруг кто-то, читая пророка, вот так же, как и я, я думаю, что я не один, потому что преподаватель мне сказал, с ним такое же было, до возраста полового созревания тормознется и начнет размышлять, а почему, откуда это такое? Я потратил на разгадку загадки пророка полвека, 50 лет. теперь я могу, а как разгадал, потому что три слова блокируют речевую функцию, исполнись волею моей. Все. Но я тогда этого не понимал и вообще много чего не понимал. «Нужен ли России пророк?» «А сколько нужно пророков?» «Вон Библии их сколько и что?» «Пророком является весь русский народ». Читайте толковый словарь Даля. Нам только надо подниматься до этого уровня, а не опускаться под воздействием Голливуда. Американская культура навязывает. Мне об этом, к сожалению, говорили руководители и Вьетнама, и Китая, но время и закончилось, и оптимизм у меня вызывает молодежь, вот 20-25-летние, они не поддаются. Не все, конечно, но есть такая определенная группа, которая на это не поддается. Я верю в молодежь России, из нее вырастет великолепная новая кадровая база, и она будет решать эти проблемы в 21 веке, и они будут решены. Мы выползем, мы избавимся от печального наследия Атлантиды». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!